Как помочь печени? 5 основных путей нормализации здоровья печени Чистку печени можно производить быстро и грубо, а можно плавно, нежно и долго. Какой же способ очистки выбрать? Известно, что организм всегда пытается восстановиться. Например, вы худеете, а он опять набирает вес. Вы чистите печень, она опять засоряется. Но скорость восстановления прежних параметров напрямую зависит от скорости лечения. Поголодаете 3 дня, возвратитесь к прежнему избыточному весу за неделю. Почистите печень быстро, кстати, огромные камни выходят. А через полгода опять чистить нужно. Не лучше ли приучить печень работать правильно, и она будет потихонечку очищаться самостоятельно? Еще вариант. Убрать большие камни грубой очисткой, а потом помочь печени перейти на оптимальный режим работы. Самый лучший способ – самоочистка печени. Она происходит ежедневно, естественным путем. При выделении желчи. Каковы должны быть наши оптимальные действия? Первое. Помочь печени выводить токсины и нормализовать работу можно, употребляя овощи с терпким и горьковатым вкусом. Например, крест-салат или зеленую листовую салатную горчицу. Сильный желчегонный эффект дают также капуста, тыква, морковь, свекла, кабачки и репа. А вот овощи с очень сильными эфирными маслами – лук, чеснок, хрен, горчица и т.д. – нужно употреблять осторожно, поскольку они действуют очень сильно и могут вызвать спазм гладкой мускулатуры печени. Второе. Весьма полезны для нормальной работы печени нефильтрованное льняное, кунжутное и подсолнечное масло. Также ешьте все орехи, кроме арахиса, и семечки – тыквенные и подсолнечные. В них содержатся гепатопротекторы, в частности жирорастворимые витамины-антиоксиданты А и Е. Эти вещества интенсивно нейтрализуют свободные радикалы в организме. Третье. Наиболее выраженный желчегонный эффект дает употребление магнезиально-сульфатной минеральной воды. Третье. Количество не более стакана перед приемом пищи. При повышенной кислотности воду пьют за полтора часа до приема пищи, при нормальной – за 45 минут, а при пониженной – за 15 минут. Четвертое. Алкоголь перерабатывается печенью, поэтому именно ей сильно вредит. Безопасная доза в сутки – полстакана водки или 200 грамм вина или бутылка пива. Пятое. Самый здоровый завтрак для печени придумали англичане – овсянка, сэр. Можно чередовать с гречневой кашей, которая содержит лецитин, белки и аминокислоты. Желательно добавить свежевыжатые соки. Избегайте хотя бы на завтрак большого количества белого хлеба, масла, жирного мяса и тому подобных продуктов. Они заставляют печень работать чересчур интенсивно, так и надорваться можно. Хотите помочь печени – ешьте больше фруктов и овощей, а меньше жиров и сладких вкусных углеводов. Подпишитесь на канал Medical Advice и вы не пропустите следующее видео о здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok